Привет, друзья! Приветствую на канале Алексавер. Сегодня поговорим с вами о классном, интересном фарфоре. Я покажу и расскажу вам немножко о фарфоре Коростень. Редкий достаточно набор. Вы его видели у меня в обзоре. Но там представлена такая беглая картинка, быстрая, ну, как вам сказать, такая мультяшная версия. Сегодня я покажу наглядно, что это такое. Это у нас в обзоре называется Первый субботник скульптуры. Вот здесь вот есть в каталоге. Они изображены вот здесь на фото, друзья. Здесь 3, 6, 9 фигур. У меня из 9 есть 5. То есть мы 5 эти посмотрим. Друзья, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всегда вы можете увидеть у меня на канале интересное, полезное для вас видео. Надеюсь, оно вам нравится. Это, собственно, я вижу в отзывах, в комментариях, в ваших подписках к друзьям. Ну, а я стараюсь всегда добавлять что-то новое. То, что вы на других каналах не увидите. Это парная скульптура. Автор субботника, этого первого субботника, ВМ Трегубова. Здесь 9 фигур, повторюсь. Мы сегодня с вами посмотрим 5. Клеймо Коростень. Это клеймо конец 60-х годов и до 90-х. Его ставили, но здесь по исполнению видно, что это раннее клеймо. Надпись такая интересная, позолота. Видно, эти фигуры были в ходу. К сожалению, не все сохранились. Больше того, есть реставрация вот здесь видна. Вот здесь у красноармейца тоже реставрация. Вот в этом месте здесь должно быть просто красная у него шапка. Да и все. Вот это реставрационный момент. И здесь разбита фигура. Больше в целом никаких замечаний у меня по этой именно скульптуре парной нет. Красивая надпись. Субботник, звезды и клеймо Коростень с ценой. Цена 14 рублей. Друзья, на тот момент это достаточно высокая цена. Смотрите, она у нас отображена вот здесь. Видите, даже в этом изображении, вот здесь увеличить можно. Десерп и молот еще изображен. Это зависело от автора, кто расписывал скульптуру. Можно было увидеть, ну, немножко, скажем так, разное исполнение. Вот у нас фигура красноармейца с трубой. Тоже немножко штаны по-другому расписаны. Но мы ее более детально как бы посмотрим, насколько она интересная. И есть ли по ней замечания. Ну, незначительный вот здесь. Оскольчик краски. Да, в общем-то, и все. Больше и позолота. Незначительная потертость на трубе. Чуть-чуть потертое, это видно. Красная звезда. И, в общем, неплохое достаточно состояние этой скульптуры. К сожалению, клеймо нет места, куда его было поставить. Ну, шлюпнули вот так, фрагментарно. Вот такой красивый у нас красноармеец. Вот здесь он. Это вторая фигура. Так. Ага. Это, это который у нас. Нет, это я, да, ошибся. Вот он у нас, друзья. И окрас здесь очень похожий. Это вот эта скульптура. В каталоге изображена информация. У нас он в обзоре. Вот этот человек. Сейчас кто-то звонит. Перезвоним чуть-чуть. Спустя. Далее. Красноармеец с трубой. Вот о котором я говорил. То есть более у меня яркий раскрас. Труба у меня более вот здесь гладкая. Посмотрим, какие здесь изъяны. Есть ли они вообще. Да, в общем, нет. Кроме потертостей, кроме потертостей, каких-то серьезных изъянов мы не увидим. Коротко могу вам рассказать, друзья, о заводе Коростень. Что это такое за завод вообще, где он находился, если кто-то не знает. В местечке Коростень, Волынской губернии, фарфорово-фаянсовое производство основал ТК Пржибыльский в 1904-1909 годах. То есть это все дореволюционные заводы, которые еще во времена Николая II начинали становиться на ноги и производить не совсем массово, но какие-то фигуры. А в 1917 году после революции ТК Пржибыльский эмигрировал, а завод был национализирован. Ну, это естественно. Но в 1918 году из-за отсутствия сырья завод был закрыт. Вот так. То есть практически не поработал. Даже интересно, есть ли дореволюционные произведения Коростенского завода. Я знаю только послереволюционные, друзья. В 1922-1923 годах прошлого века, после образования, ну практически 100 лет назад, после образования всеукраинского треста Укрфарфор-фаянс стекло началось восстановление производства. В течение 1924 года производилась чайная и столовая посуда. Ну, все верно. Скульптур в 1925 году не было. До 1925. А в 1925 году завод был перепрофилирован на изготовление фарфоровых изоляторов. Ну, то есть это какие-то керамические приспособления, либо для электросетей. Скорее всего. В 1926 году завод получил название Коростенский фарфоровый завод имени Дзержинского. А с 1930 года вновь возобновил производство посуды. Во время войны и оккупации города завод был разрушен. Восстановлением завода началось после освобождения от оккупации уже в 1944 году. Друзья, вернусь к фигурам Коростенского завода. Первый субботник у нас красноармеец. Такой, ну, наверное, горн, труба маленькая. Мы его найдем здесь. Он вот здесь, друзья. Вот здесь. Увидите, можно крупным планом. Если увеличить. Я сейчас не смогу увеличить в перчатках. Вот такой замечательный красноармеец. Красноармеец. Очень красивая роспись. Даже пряга есть с остатками позолотой. Немножко потерта. Незначительный вот здесь кольчик. На Буденовке у него. И, в общем, неплохое состояние. Подиум интересный. Высший сорт у всех. Коричневое клеймо. Вот здесь такое техническое. Техническая красная точка. Ну, ее, видно, ставили. Капнуло просто отсюда. Ну, не увидели, не убрали вовремя. И позолота достаточно неплохо сохранена. Он у нас также. Это четвертый. Уже четвертая скульптура из девяти, скажем так, фигурной композиции. Первый субботник автора Трегубовой. В 50-х годах с приходом на завод ВМ Трегубовой и НС Трегубова начался выпуск фарфоровой скульптуры. Друзья, с 50-х годов начали выпускать фарфоровые скульптуры. Из 1995 года завод именуется АОЗТ Коростенский фарфоровый завод и продолжает работать в настоящее время. Ну, это фигуры 60-х годов. Друзья, оригинальные. Немножко, конечно же, с дефектами. Вот такой рабочий с молотом у нас. Здесь пальчик немножко поврежден. Да, еще, что я отметил для себя. Очень интересно, вот когда мылись фигуры, что можно здесь заметить? Вот вы думаете, грязь, что такое? Это имитация работы, то есть загрязненный халат имитировали авторы-производители данной скульптуры, конкретно ВМ Трегубова. Вот так. То есть рабочий именно на своем производстве работает и как бы испачкал одежду. Это нормально. Вот такой мы его здесь также увидим. Вот здесь, но здесь более легкий окрас. Тоже очень интересный экземпляр. Друзья, ну на этом все. Я немножко бегло покажу вам скульптуры, которые отображены в сегодняшнем ролике-сюжете, посвященному коростинскому фарфору. В частности, у нас идет композиция «Первый субботник» автора ВМ Трегубовой. Друзья, на этом все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока. Пишите, что хотелось бы увидеть в новых видео. Пока.